В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. В Самаре задержан водитель, который на своем автомобиле переехал женщину, лежащую на дороге. Трагедия произошла около пяти часов вечера на улице Пензенская. Шокирующие кадры были сняты на видеорегистратор. 65-летняя пенсионерка пыталась перейти дорогу в неустановленном месте. В какой-то момент ее задела легковушка, женщина упала на асфальт. В этот момент уже другая машина, ехавшая в крайнем левом ряду, наехала на нее двумя колесами. В момент наезда автомобиль буквально подпрыгнул. Позже пострадавшая скончалась в больнице. Водитель авто с места ДТП скрылся. Теперь ему может грозить уголовная ответственность. В результате проведенных разыскных мероприятий водитель с крыши с места происшествия был установлен и задержан. В настоящее время в отношении него возбуждено дело административного правонарушения, решение, по которым будет приниматься в суде. Трое самарских блогеров Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Умярова стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в вымогательстве. По данным следствия, задержанные требовали деньги у бизнесмена Сергея Шатила. За 1 миллион 200 тысяч рублей, и это, уверены следователи, только часть суммы, блогеры обещали удалить со своих страниц в интернете компрометирующую его информацию и не публиковать новые материалы. По данным следствия, вымогательство могло продолжаться длительное время. По решению суда, ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, трое обвиняемых проведут в следственном изоляторе. Действовала устойчивая, организованная группа, которая занималась таким образом вымогательством денежных средств с фигурантов тех или иных дел и процессов, которые имелись в нашем обществе. Например, вы знаете, что заявителем явился бизнесмен Шатила, и в отношении него непосредственно готовились и имелись материалы различного характера, в том числе и компрометирующего всю деятельность. Думаю, что это не последний и не завершающий эпизод. Мне думается, что надо просто сделать выводы всем об этом. И еще раз повторял и говорил, неприкасаемых Самарской области не будет. Все за свои дела и поступки будут отвечать. Дело Сызранского Тайсона передано в суд. На скамье подсудимых в скором времени окажется житель Сызрани 34-летний Виталий Кондратенко. Напомним, в сентябре этого года средь бела дня в одном из супермаркетов без каких-либо причин он избил 61-летнюю пенсионерку. Женщина потеряла сознание, но потом все же нашла в себе силы обратиться за помощью в медучреждение. Злоумышленника задержали через несколько дней. Психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Ему грозит до двух лет лишения свободы. А бывшему директору кафе «Чистые пруды» Виктору Яковлеву уже вынесли обвинительный приговор. Два года в колонии строгого режима и штраф в 15 тысяч рублей. Яковлева обвиняли в жестоком избиении жителей Самары, одному из которых пришлось пережить сложнейшую хирургическую операцию. С чего все начиналось и чем закончилось, узнаете прямо сейчас. На этих фотографиях Алексей Богаткин, один из потерпевших. Выбитые зубы, сломанные переносятся, два перелома верхней челюсти. Все эти травмы, как установило следствие, были получены им 27 февраля в кафе «Чистые пруды», где молодой человек отдыхал в компании друзей. Это интервью было записано спустя три недели после случившегося. По словам Алексея, позже к ним подошел директор кафе Виктор Яковлев и грубо потребовал немедленно расплатиться. Сам подсудимый уверяет, он-то разговаривал вежливо, в отличие от нетрезвых клиентов. Еще не было ни пределами, ни счета, ничего. Никто ничего не... Я просто попросил обратить внимание Алексееву на то, что Богаткин все уже. Ухой. Не надо порядок, ничего не надо. За это все равно придется платить. Я вообще никого не трогаю. И все же следствие посчитало Яковлева зачинщиком драки. Правда, ему помогал еще один человек. Кто он, до сих пор не установлено. Весь круг лиц установлен, находящийся в кафе был. И почему это лицо не установлено до сих пор, остается вопросом. Скверные слухи об этом кафе ходили и раньше. А так бывший директор Виктор Яковлев встречал членов общественного движения по защите прав потребителей. Из потерпевших на приговор явилась только супруга Алексея Богаткина. От комментариев она отказалась. Почему изувеченные клиенты кафе не стали требовать компенсации, ущерба не пояснила. Виктора Яковлева приговорили к двум годам в колонии строгого режима. Приговор защита намеренно обжаловать. Наручники на осужденного надели прямо в зале суда. Вплоть до пожизненного лишения свободы грозит участникам организованной преступной группы, которые торговали героином в Самаре. Организаторов и участников преступного сообщества задержали с поличным на квартирах по месту жительства. Всего же оперативники изъяли почти полтора килограмма зелья расфасованного и готового к продаже и 2 миллиона рублей. Предполагается, что это доходы от преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают поставщиков зелья. Сами подозреваемые наркотики не употребляли и вели вполне здоровый образ жизни. В ходе мероприятий причастность всех членов ОПГ к преступной деятельности была установлена. Одновременно проведены мероприятия по их задержанию. В отношении задержанных управлением возбуждено уголовное дело по части 4 части 5 статьи 228 прим УК РФ сбыта наркотического средства в крупном и особо крупном размере. Полицейские задержали подозреваемых в хищении дизельного топлива. По данным правоохранителей, кражи совершались в момент его перекачки из пункта хранения в танкер для дальнейшей транспортировки по Волге. Злоумышленники арендовали дом в Сызрани, из которого проделали 40-метровый подкоп и врезку в продуктопровод. В момент задержания емкость была заполнена украденным топливом на сумму в полмиллиона рублей. Инспекторы ДПС, кинологи, сотрудники отдела вневедомственной охраны и активисты добровольных народных дружин. Порядка 600 человек приняли участие в общегородском смотре и разводе нарядов полиции, который прошел на площади Куйбышева. Его провел начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Подробности в нашем сюжете. Личный состав построен форма как с иголочки. Это первое, на что при проведении таких мероприятий обращают внимание. По словам начальника областного главка, порядок при работе полицейских должен быть во всем. Это смотрит проводится для населения Самарской области, это смотрит проводится для нашей собственной внутренней организованности. Наше население должно знать, что есть силы, которые способны его защитить, обезопасить. Показательные выступления элиты правоохранительных органов бойцов отряда специального назначения показывает личный состав в хорошей форме. Тут же навыки задержания преступников на транспорте демонстрируют инспекторы ДПС. Кроме штатных сотрудников за порядком на улицах, с марта этого года следят и общественники, среди которых активисты ночного патруля, народного контроля и добровольных народных дружин. В их состав входят более тысячи человек по всей Самарской области. Отличившихся во время охраны общественного порядка поощрили благодарственными письмами и грамотами. Среди них и Алексей Колотов. На улицах большое количество административных правонарушений совершается. Хотелось помочь органам. Общегородской смотр окончен. Полицейские записывают приметы преступников, находящихся в розыске и отправляются на службу. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok